Виктория Каштаненко. Россия провоцирует на столкновение с НАТО. Знак вопроса. 21 марта российский истребитель вошел в воздушное пространство Польши. Виктория, это тезис, который очень активно продвигает американцы, часть западноевропейцев, что Путин очень опасный, его нельзя провоцировать. Вот поляки поставляют оружие, они его провоцируют. Из-за поляков может начаться Третья мировая война. Нужно уступить Украину Путину, так же, как уступили ему Крым. Он согласится не всю Украину взять, а только половину. Не знаю, как это комментировать. Путин с удовольствием поддерживает эту легенду о том, какой он страшный, какой он опасный. Вот, пожалуйста, там самолет пересек. Понимаете, был 2008 год, когда Путин напал на Грузию. Тот же самый Путин. Кто-то... А, Юра Дашевский мне говорил, что вот Путин совсем другой. Раньше он был демократ такой, весь из себя. А теперь другой, это двойник, ужасный. Я, Юрий, объяснял. Посмотрите этот эфир. Но это тот же самый Путин. Те же самые взрывы домов. Сотни погибших граждан России. Тоже самое возобновление Чеченской войны. С садизмом, с преступлениями военными. С пытками, с созданием концлагерей на территории Чечни. Там Чернокозова. Это тот же Путин. Тогда просто на это обращали внимание. Там Боровой Новодворская говорили об этом. Вот, все остальные говорили. Нет, нет, Путин нас спасает от чеченских террористов. Чечня, которая через год должна была обрести независимость. И они провоцировали Путина на войну, что ли, с чеченскую? Ну, нет, конечно. Это была в чистом виде провокация. Вот, так что, о чем вопрос? Истребитель вошел в воздушное пространство. Путин играет в эту пропагандистскую игру. Это нужно. И тем, кто его поддерживает, там, западноевропейские государства. Вот, и это очень удачный способ обвинить Польшу в том, что она провоцирует, бедно поддерживает Украину, провоцирует бедного Путина на Третью мировую войну. Ну, на некоторых это производит впечатление. Надо быть честным. Не на всех. Надеюсь, что на слушателей моего канала это такого впечатления не производит.